Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, продолжим наше повествование о том, как Сергей Матвиенко выходит из голода. Что, знаете, вообще хотелось бы отметить. Когда человек там где-то голодает, ты его особо и не видишь. И вот он вроде как, ты думаешь, голодает он правильно. А он голодает так, как он считает нужным. И насколько эти два понятия так, как надо и так, как нужно отличаются, остается большой-большой загадкой. То же самое происходит и на выходе из голодания. Вот пишут и рассказывают, и так, знаешь, после того, как человек отголодал более трех недель, ни в коем случае спешить не надо, ни с приемом пищи, ни с какими-то другими вещами, активностью физической. Считается, что идет восстановление организма как после тяжелой болезни. То есть сам голод рассматривается как своего рода болезнь во имя здоровья, потому что начинают происходить различные процессы. И самое важное, никто толком не знает, что в вашем организме. Мы все надеемся на что-то усредненное, что там написано в книгах, примерно мы знаем, усредненное должно быть вот то-то, должно быть вот то-то, то-то, то-то и так далее. Но оказывается, у каждого человека накоплено разного рода, знаете, изъянов, как физических, так и умственных, колоссальное количество, и причем они своеобразны. И то, что вот это вот средненькие, так вот, то должно быть, это за тем, это за этим на голоде, такого нету. Что-то усредненное, да, есть, но играет огромную роль вот эти вот индивидуальные различия. А именно, у кого-то больше шлака выходит там, у кого-то меньше, у кого-то они из печени выходят, у кого-то они выходят из толстого кишечника, у кого-то они выходят больше со всего организма. Вот. И все это в различных сочетаниях, это вот, тут надо вот то бы желательно сделать, тут надо это сделать. То есть требуется вообще-то, знаете, большой опыт, помимо знаний, для того, чтобы все это сделать. И поэтому, поэтому, когда все это начинает выходить, а человек неподготовлен, он не понимает, что с ним. Происходит, потому что он прочитал, что должно, просто он голодает, и все, ну и все, там, грубо говоря, вес снижается. И никаких явлений каких-то кризисных не описано. А тут на тебе, и что делать, и как быть. А если бы понемножечку все это дело делалось, то был и изучен организм, и человек был бы как-то подготовлен, и натренирован, и все, все намного бы лучше, конечно, бы шло. То же самое, но в еще большей степени происходит на выходе. И вот тут большую роль играет те привычки, те, то мировоззрение, те черты характера, которые у вас сформировались. А у каждого они сформированы строго и строго индивидуально. Опять-таки, есть что-то там такое общее, но, тем не менее, колоссальная разница. И вот тут начинается какая-то спешка, какие-то непонятные такие вещи, которые зависят от нашего сознания. И вот, в частности, ну, отголодал Сергей Матвинков, все вроде так, ну, как говорится, более-менее, но отголодал, ладно, будем считать, отголодал, да. Начинается выход. Вот я сказал, то-то, 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 то-то делать. Вот, и выход надо рассматривать, как восстановление после тяжелой болезни. То есть вы поработали для здоровья, теперь вы восстанавливаетесь. Надо восстановить свой организм. Читаю его письма. Ага, устраиваюсь на работу, ушел в гараж, лег в час ночи, сна особо нету, того-сего нету и так далее, и тому подобное. Ну, как-то я, естественно, писать писал. Вот я ему как раз сейчас и написал. Прочти еще мои, мои, значит, ответы на твои письма. Что я рекомендовал. Ну, и теперь вот почитаем, почитаем, что сейчас. Значит, происходит это вот на 14 января, совсем рядом. Значит, вот он пишет, 14 января. Вот и я голодал. Ага, не для того, чтобы поскорее вернуться к своей прежней жизни и начать жрать. Значит, с новыми знаниями, с Богом души и так далее. Ага, значит, еда стоит не на первом месте. Хорошо. Сейчас я убежден, что питание, на котором я сейчас нахожусь, то и 60 грамм коктейля из простокваши и проросшей пшеницы, 100 грамм хурма, вода и полевые хвощи является для меня наиболее сбалансированным питанием. Ммм, хорошо. Значит, вес растет, все, так сказать, более-менее идет. Слизь отходит, это отлично. Далее он пишет. На работу я пока устраиваться не буду. Это 14 января. Лучше сейчас сделать все правильно и не испортить. Ну, хорошо. А до этого, а до 14 января вот эти все холода носился как угорелый по гаражам. Так, кратенько я вам покручу, что тут. Значит, про русские пшеницы. Значит, вот он отпишет, вот он отчитывается, что он там съел. Хвощ выпил, чай из хвоща, стакан, коктейль из ростков и простокваши. Так, гвоздикает мин, потом 60 грамм коктейля, тыквенный сок, так-так, хурма, тыквенный сок, тмин, гвоздика, хурма, хвощ, вода, хвощ, вода, хвощ, вода. Принял горячий душ, наложился маслом, спокойной ночи. Это очень хорошо. Значит, на этих этапах восстановления очень важно запустить, чтобы кишечник работал самостоятельно. Но оказывается, у него там в организме, если какие-то непонятные вещи, которые выходят в виде медуз, слизи, огромного количества слизи, это сделать довольно-таки трудно. И почему я порекомендовал гвоздику от мин, все время принимать с пищи, для того, чтобы они постоянно накапливались в районе тонкого кишечника, толстого кишечника, и если там имеется какая-то там, будем говорить, непонятные вот эти вот слизистые образования, чтобы они их убивали. Тут он только разок выпил и все. И в зависимости от поражения организма, для одних достаточно выпить там, грубо говоря, одну палочку гвоздики, а для другого и 10 мало. Ну, 15 января, значит, смотрите, заснул в 12 часов, крепкий сон, засыпать надо, надо ложиться, засыпать в, желательно, в 10 часов, вы должны восстановиться. Для того, чтобы как бы вот восстановиться, надо просто-напросто ходить. Значит, пью, укрывшись одеялом, замерз. А что? Что ты делал, что ты замерз? То есть, где-то он работал. То есть, огромное количество вот этого движения в холодное время года ведет к тому, что перевозбуждает ветер. Как только ветер перевозбуждается, естественно, человек замерзает, естественно, все процессы восстановления замирают. Так, читаем дальше. Сейчас ухаживаю за проростками. Как говорится, чего за этими проростками ухаживать? Я показал и рассказал, как надо проращивать пшеницу. Далее. Значит, в 7.30 съем 60 грамм коктейля из простокваши и проростков пшеницы и буду собираться на рынок. То есть, на рынке человек мерзнет и стоит. Стоит и мерзнет. Нет никакого движения, которое бы помогало циркуляции крови в стопах ног. От этого начинается застой. И вот он, пожалуйста, вот он застой, начинающийся застой. И важно, вот этот застой, который он начался, начался, не превратить в какое-то стойкое явление, чтобы оно вообще не стало хроническим. Далее. Заснул опять-таки в 0.0. Ага, это он то, что писал, значит, 15 января. Спрашивает, если заменить соль в клизмах на лимонную кислоту или марли, то сколько сыпать? Это где-то там вычитал и так далее. Если вы где-то что-то вычитали, то там должна быть и дозировка. Я, по крайней мере, знаете, вот эта вот лимонная кислота и то и все. Видите, какая слизь выходит? То есть, что у человека выходит? Далее, 15 января пишет, что он там ел? Тмин, гвоздика, хвощ, тмин, гвоздика, хвощ, коктейль из простокваши и проростков. Опять-таки, что это за проростки? Меня вот интересует, насколько он проростил. Потому что я говорю, одно, а он другое. Или же вот, 60 грамм коктейля и 30 грамм свежесрезанной зелени, клизма, хвощ и так далее. Видите, тут одно там принимает, принимает, принимает пища. Я у него спрашиваю, он, пожалуйста, что отекают ноги? Я задаю ему вопрос, отекает к концу дня, а утром все в порядке или они все время отекшие. То есть, очень важно понимать, если ноги отекают в основном к концу дня, это говорит о том, что человек просто-напросто перестоял, без движения, перестоял, пересидел, и ноги у него отекли. Если с утра, это уже совсем другое. Если все время они отекшие, это тоже совсем другое. То есть, важно разобраться. Собрался делать, значит, клизмы с мочой. Я так понял, самостоятельно кишечник не работает. Поэтому тут с клизмами надо быть осторожным. Потому что, опять-таки, возникнет привыкание, и человек без клизмы ничего не сделает. То есть, из одного крайнего состояния человек валивается в другое крайнее состояние. Так, вот он тут занимается проростками зелени. Не знаю, зачем он это делает. В результате вот это вот все, то, что он съел, то есть, вот, пища должна перевариваться. Ту, которую вы едите. То есть, важно на выходе из голода поставлять в организм такую пищу, которая бы в первую очередь переваривалась. А не просто, знаете, вот так вот она пережеванная выходила бы из вас. Вот, вот это и все. То есть, вот такая вот зелень, она опять-таки ведет к тому, что организм не усваивает ее. И начинается потихонечку преобладать процессы сухости и холода в организме. Сухости и холода в организме, то есть, от этого человек слабеет, значит, ухудшается пищеварение, и, естественно, могут возникать там или вся застой. Вот, вместо, значит, слизи, которая обычно выходила из организма, выходят корешки и вершки микрозелени, которую я сегодня съел два раза, два раза. Кто, Сережа, тебе ее порекомендовал? Я говорил о проросшей пшенице, но я не говорил об этой зелени. Для того, чтобы переваривать такую зелень, надо соответствующим образом подготовить желудочно-кишечный тракт, вырастить специальную микрофлору, которая бы это делала, а ее нету. После этой еды почувствовал дискомфорт в желудке, ну, вот так вот и отвечает. Знаете, тут вместо того, чтобы осторожненько выходить и, так сказать, наращивать положительные моменты от одного дня к другому, возникает вот какие-то отрицательные вещи. Что ему пишу? Ешь то, что переваривается, не мешай еду, жди, когда захочется есть. Долго на одном месте не стой и не сиди, от этого отекают ноги. Начинай есть с каши или отварной картофель, по 2-3 столовые ложки, при этом тщательно жуй, а он мне пишет, а еще ел проросшее зерно, тоже там грамм 60 было, в банку не влезло, а выкидывать жалко, вот я их и съел с удовольствием. Очень вкусно, вот фото, вот фото, да, вот фото. Но это вот, это еще проросшее зерно. Но в любом случае, в любом случае нельзя, нельзя переедать. Вот она выходит, вот так вот выходит. После третьей пресной клизмы выходят все те же вершки и корешки микрозелени. Далее он пишет, значит, я вас понял, буду кушать чистую простоквашу по 60 грамм, завтра сварю картошки или овсяную кашу. Вот тут не овсяную кашу надо сварить, а желательно сварить рис, вот, и либо картофель отварить, либо рис. Немножечко добавить масла сливочного, немножечко, и буквально таки съесть, вот как я там и сказал, 2-3 столовые ложки, не более, тщательно жуя. А он пишет, давно хотел опробовать мультиварку, и пишет, опять-таки, я не приседаю целый день. Ну, если ты не приседаешь целый день, стоишь на ногах, то, естественно, движений особо никаких ни на базаре, когда стоишь, торгуешь, ни в гараже, ты там не разбегайся, ты тоже что-то там делаешь, не еще там где-то. Естественно, у тебя перестают нормально работать вот эти все клапаны, которые имеются у нас в голени, кровь не гонится, и все это у нас застаивается. Это естественное следствие того, что человек перестает, то есть отеки. Хорошая новость, что мочевой пузырь начал работать нормально, соразмерно выпитым. Это хорошо. К вечеру стало совсем тяжело ходить. Ведь и к вечеру, то есть почему я спрашивал, вечером у тебя текают ноги, к вечеру, или с утра неотекшие, или в течение дня постоянно. К вечеру это как раз указывает на то, что человек с утра побежал, глаза вылупил, и он что-то там стоял, 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 тем более он пишет, я не приседаю целый день. Ну вот, вот и все, сегодня к вечеру стало совсем тяжело ходить, сейчас ноги раздуты, как футбольные мячи, очень устал, нападает апатия, приходит уныние, а это следствие перевозбуждения ветра, того, что вы неправильно выходите, неправильно выходите, и я много об этом говорил, я много об этом говорил, и вот, что я пишу, он пишет, что я вас понял, понял, что он понял, я не могу сказать, я пишу, вот сейчас начинаешь понимать, о чем я говорил, не надо бросаться в крайности, то голодает, то тужусь, во всем должна быть мера соразмерно твоим возможностям, то есть голодание соразмерно твоим возможностям, Если, грубо говоря, восстановление, не труд после голодания должен быть, а должно быть восстановление, чтобы ты восстановился, а то стою не приседая. Так, далее. Буду кушать чистую простоквашу по 60 грамм завтра в свою картошку или кашу о свином. Чувствую меру, пишу ему, ешь медленно, тщательно пережевывай и превращай пищу в питью. Вот тогда она будет полностью перевариваться и усваиваться и насыщаться. Зелень, как мы видим, ту, которую он поглощал от проросского пшеницы, уже ростки пшеницы, он не жевал, он ее не пережевал так, как надо, если уж на то пошло. Поэтому она как вошла, так и вышла. Так, я не приседаю целый день. Вот от этого я текаю от ноги, угомонись, тело не успевает, за своими хотелось. Клизмы сегодня были без соли. Появляется, пишу, появляется и закрепляется новая проблема. Нет стула, он должен быть самостоятельным. Уже к этому времени он должен быть желательно самостоятельным. Но опять так, если организм был сильно поражен, то вот эти вот клизмы там делаются, вот эта слизь валит, валит, валит. Но все же надо переходить. Так, мочевой пузырь начал нормально работать, соразмерно выпитому. Вот это положительный результат. Что я подчеркнул? Сегодня к вечеру стало совсем тяжело ходить. Сейчас ноги раздуты, как футбольные мячи. О чем я спрашивал? Когда образуются отеки? Если к вечеру, значит много времени проводишь на ногах. И причем в одном положении возникает застой. Полежи ноги вверх и меньше стой или сиди. Не дай застой укорениться. Наживешь проблемы с ногами. А потом их очень трудно решить. Если кто-то и решит вообще. Очень устал. Нападает апатия. Приходит уныние. Это все следствие неправильного мировоззрения, непонимания, незнания. Незнания возможностей своего организма, которое постигается постепенным наращиванием сроков голодания. Ну, грубо говоря, сменой питания, физической нагрузки и наблюдения за собой. Нет этого. И в результате человек не знает, что, что и как. И получает вот такие результаты, которые приводят к этому. Пишет. А можно увеличить дозу чистой простокваши до 80? От нее хорошо наедаешься и мешать ничего не надо, а когда только ее принимал, проблем не было. Мешать ничего не надо. Пишу. А можно или нельзя тебе подсказывает твой организм? Научись его слушать, чувствовать и понимать. Без этого все советы, методы и прочие не имеют смысла. С самого начала. Вдумчиво перечитай мою переписку. Там все дано. То есть я ему писал, 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 писал. А вот как, знаете, вот на канале, я смотрю, люди смотрят только последнее. Не, 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 не это самое. Не пытаясь заглянуть. А что перед этим там было? Редкие люди это делают. Так, выход из голода это не время советы, а время работы над здоровьем, восстановления организма, понимания важности этого процесса. А так можно всю жизнь под откос пустить и так и не помнить. Закономерность, закономерность вот этого состояния, итог усталости, апатии и уныния. Вот такие дела. Вот такие-то дела. Конечно, то, что отчитывается, это хорошо. Но, но. Значит, пишет, на вас ответственности перекладывать не буду. Это мой выбор. А знаете, ну это я поговорю потом. Помогите мне немножко разобраться. Так вот, я писал для того, чтобы разобраться, что для чего и делать. Вот он писал, писал. Так, что тут? Опять-таки, ваш обожаю. Лег в час, 4.30 проснулся. Это, это не нормально. Это не способствует восстановлению после такого голода. Так, выпил хвоща, заснул. Хвоща, заснул. Хвоща, заснул сок морковки. Тыква 300 граммов. 300 граммов сок морковки и тыква. Это много. Больше, больше. Особенно, если сока больше, 100 грамм не выпивайте. Не усвоите. Просто-напросто. Не усвоите. Далее. Три дольки маринового кабака. Маринового кабака. Ха-ха-ха-ха. Да маринады эти организм не усваивает. Это усваивает здоровый человек, имеющий прекрасное пищеварение. Маринованный этот кабак. А так, в организме нету сейчас особо пищеварительных ферментов. Нету особо, знаете, вот этого пищеварительного огня, чтобы все это расщепить. А тут мариновый кабак. Отлично. Вот сколько я ни говорил, ничего не идет. Собираюсь съесть овощного рагу с микрозеленью. Какого хрена есть эта микрозелень, когда она не усваивается? Организм тебе же показал, что она не усваивается. И все равно кушал овощное рагу 17-го, да, это сегодня, с микрозеленью. Примаривал все до состояния воды. Чрезвычайно вкусно. Хочется петь и танцевать. Делаю клизмы. Отечность понемногу спадает. Весь 78,8 не падает. Это хорошо. Смотрите, вот эта смена настроения, это свойственно, когда перевозбужден ветер. Как немножечко отпустить, значит, настроение разыгралось. Хочется жить дальше. Как чуть она уменьшилась, ухушилась, значит, все. Уныние, упадок. Перечитать ранее данные, рекомендации, которые давались. Спать ложиться в 22.00. И главное, сам себя не бросать. А завтра увидишь, вот что-то там сидел, что переварилось, что нет. Вот такие-то дела. Ответственность перекладывать не буду. Как говорится, да хоть перекладывайте, хоть не перекладывайте. Человек страдает. Переложил он ответственность за свое здоровье на врача, на целителя, еще на какого-то. Или не переложил. А сам об этом, как говорится, ни ухом, ни рылом. Страдает он сам. Ну что, еще там будешь кому-то предъявлять претензии, врачу, целителю и так далее. А знаете, как сейчас поступают? Я вот как раз, зуб мне там, каналы почистили, буду там пломбировать. Мой бивень. Вот такой вот хотел я взять его, но поленился. В машине остался. Значит, договор. Раньше вообще, я помню, зуб, там что-то делали тебе. Никакого договора. Там спросили, там, ага, как уколу переносишь, то и все, и погнали. Сделали деньги, заплатил и отвали. Потом появилось на один лист. Потом буквально, вот сейчас я еще подписал, как бы сказать, ага, сделано, как бы сказать, наряд сделан. То есть произведен какие-то работы, наряд сделан. Ты там расписался. Да, что там, наверное, тебя сделали. И договор уже где-то на четырех листах. И они себя со всех сторон, как бы сказать, там, защитили. И при этом получается, если что с тобой случится, если что с тобой случится, вот и договор, в котором в конечном счете значится главное одно. Ты сам дурак. Поэтому, чтобы не быть самому дураком, важно хоть немножко заниматься своим собственным здоровьем. И понимать, что, что и как. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.